Интеллект проявляется по-разному. Некоторые люди прекрасно разбираются в математике. Одни хорошо чинят машины, другие могут разговаривать на нескольких языках, а остальные знают, как создать чудесную музыку. По сути, не существует пределов нашей гениальности. Некоторые животные в точности такие же. Есть виды, которые проявляют невероятный уровень умственных способностей и определенных умений. В сегодняшнем видео мы посмотрим на топ-10 самых умных животных в мире. При тем, как мы начнем, не забудьте подписаться, поставить лайк и тыкнуть по колокольчику, чтобы включить уведомления. Так вы никогда не пропустите наши следующие невероятные видео. Также обязательно досмотрите до самого конца. Последний экземпляр шокирует вас и впечатлит в равной степени. Десятое место. Ворона. Пересечение дороги во время оживленного дорожного движения может привести либо к травме, либо к получению штрафа за переход в неположенном месте. Что ж, оказалось, что вороны осознают гораздо лучше, чем некоторые люди, то, что нужно дождаться, пока на светофоре загорится нужный свет. Вороны, живущие в городе или более оживленных районах, известны тем, что собирают орехи с деревьев и оставляют на дороге для того, чтобы едущие машины их раздавили. Затем, терпеливо ожидая смены цвета, они возвращаются, чтобы получить свой обед. Это, конечно, хороший пример изобретательности. Исследования также показали, что вороны общаются на своем тщательно продуманном языке и играют друг с другом. Некоторые ученые настолько ими восхищаются, что отдали бы им первое место в нашем списке. Дождитесь конца, чтобы узнать, насколько умными могут быть вороны. Одну умную ворону, попавшую в заголовки, звали Бетти. Ее изучала группа оксфордских студентов, которые смотрели, как Бетти брала проволоку в своей клетке и использовала ближайший предмет, чтобы согнуть ее с одного конца в виде крючка. Такой инструмент позволял Бетти достать маленький контейнер с мясом внутри пластиковой трубки для перекуса. Такое желание поесть является доказательством того, что вороны способны решать сложные проблемы, подобно людским. Девятое место. Крыса. Крысы достаточно умные животные, которых многие ненавидят из-за их репутации разносчиков болезней и из-за статуса вредителей. Часто используемые в научных исследованиях лабораторные крысы известны тем, что находят кратчайшие пути и лазейки, которые позволяют им ускользнуть от лабораторных экспериментов, которые разработаны одними из лучших исследователей мира. В китайской культуре крысы неспроста почитаются за их хитрость и находчивость. Крысы успешно колонизировали каждый континент на планете, кроме Антарктики. Возможно, крысы достаточно умны, чтобы понять, что там им было бы довольно прохладно. Ведущий ученый Бен Вермакаки и его коллеги из Левенского католического университета дали две когнитивные учебные задачки лабораторным крысам и студентам. Субъекты были научены различать хорошие и плохие модели и потом подверглись тестированию своих способностей распознавать новые виды этих моделей. В решении первой задачи обе группы крыс и людей показали себя хорошо. Во время второй модели, более сложной, крысы сработали лучше, чем люди. 8 место. Осьминог Осьминог – это беспозвоночное существо с силой и умением открутить крышку банки, в которой находится. Это животное малоизучено, но ученые постоянно изучают новые впечатляющие способности осьминогов. Они могут решать проблемы, играть в игры, выпутываться из лабиринтов и имеют удивительную краткосрочную память. Что ж, ловкость, любознательность и сила этих существ отделяет их от всех других беспозвоночных. Возможно, вы слышали историю инки, новозеландский осьминог, которому наскучило сидеть в аквариуме и терпеть взгляды шумных детей и разочарованных родителей, и он решил сбежать через дренажную трубу, которая вела обратно в море. Если вы хоть раз видели франшизу в поисках Немо, вы понимаете, как все произошло. Это не первый случай, когда осьминог сбежал через трубу, и, понятное дело, не последний. У вас есть интересные факты про осьминогов? Мы бы с удовольствием почитали их в комментариях внизу. 7 место. Голубь Голубей можно встретить во многих больших городах по всему миру. Хотя многие люди находят их вредителями, это животное на самом деле очень умное, потому что голуби являются предметом бесконечных научных экспериментов. Существует много информации про их интеллектуальные способности. Например, голуби могут помнить сотни картинок, даже по прошествии многих лет. Они также могут распознать себя в зеркале, быть обученными исполнять движения по команде и различать малейшие различия между двумя, на первый взгляд, одинаковыми объектами. Голуби использовались в военное время. В Первой и Второй мировой голуби спасли сотни тысяч жизней, доставляя сообщения через вражескую границу. Когда телефонные звонки и азбука Морзе были недоступны, голубей даже перевозили на борту кораблей, чтобы в случае атаки подводной лодки они могли доставить сообщения с координатами крушения. Во многих случаях это вело к спасению выживших и спасению множества жизней. Шестое место. Белка Хитрая настойчивость и безупречная память этого животного сделала из него настоящего врага садоводов. Многие белки показывают невероятное количество трюков и умений, которые помогают им выжить. Для тех, кто еще не знает, эти умные существа являются лесными животными, которые адаптировались к жизни с людьми. Находя пищу в огородах, кормушках для птиц или где бы еще еда не находилась, они могут запасать еду во время холодных месяцев, а потом находить свою скрытую добычу. Они также могут притворяться, что прячут свою еду, чтобы запутать воров. Это, как верят исследователи, показывает продвинутый уровень ума. Пятое место. Орангутан Как и другие приматы, такие как гориллы и мысами, орангутанги могут использовать инструменты. Они, как люди, не были рождены со всеми умениями, но все равно фантастичны в поглощении знаний, которыми с ними делятся люди. Помимо того факта, что мамы орангутангов учат своих отпрысков, какую еду можно есть и как строить гнезда, они также смотрят на людей и учатся делать задания. Например, использовать мыло, пилить деревья, наносить средства от насекомых и могут даже выучить язык жестов. Причина, по которой ум орангутангов так уважаем, это их проницательность. Одним из самых известных орангутангов был Чантек, который ребенком был отвергнут своей матерью и воспитан как человеческий ребенок. Уже в 9 месяцев он писал такие слова, как «дай попить» и «покушать», а в 4 года выдумывал слова, когда не мог подобрать или не знал подходящего слова. Он не знал слова «кетчуп», но просил томатную зубную пасту. Когда он хотел большой бургер, он просил сыр, мясо, хлеб. Он также писал слово «грязный», когда ему надо было в ванную комнату. Хотя скоро было определено, что он также делал это, чтобы не делать то, чего не хочет. Это показывает, что он не только научился сообщать о своей потребности в ванную, но также мог и соврать. Установленный в 1971 году лагерь Лики был создан для орангутангов, чтобы они там жили и изучались исследователями и учеными. С тех пор, как лагерь открылся, было замечено, как приматы стирают одежду, принимают ванну, используют молотки, чистят зубы и даже используют влажные тряпки для охлаждения. Всему этому они научились, смотря на людей вокруг себя, без инструкций. Что ж, насколько умными могут быть орангутанги? После выполнения нескольких тестов они умны, как трех-четырехлетний ребенок. Номер 4. Свинья Несмотря на репутацию жадных и грязных животных, свиньи доказали, что являются очень умными. И дикие, и домашние виды известны тем, что умеют адаптироваться к разным условиям окружающей среды и изменениям их среды обитания. Исследователи верят, что свиньи также обучаемы, как коты и собаки. Некоторые свиньи даже становятся домашними животными, живя внутри дома. Обычные свиньи есть по всему миру, что позволяет им быть более предпочтительными по сравнению с их дикими аналогами. Это оказало разрушительное воздействие на местные виды, но это также значит, что популяция свиней продолжает расти. Интеллект одной свиньи был запечатлен на камеру Николь фон Иберков, которая живет в Берлине, Германия. На видео «Морец» свинья расставляет цветные по форме свинок блоки в соответствующие цветные отверстия в деревянной доске. Это в большинстве своем игра для маленьких детей для развития когнитивных способностей. Удивительно, «Морец» использует свой род, чтобы закончить задание без всякой помощи. Исследователи также обнаружили, что свиньи любят драться друг с другом так же, как и собаки. Номер 3. Слон Вопреки популярному мнению, слоны не просто гиганты с хорошей памятью. На самом деле, они также культурные, любознательные и изысканные существа, которые почитаются по всему миру. Они известны тем, что чистят свою еду перед тем, как ее съесть, и используют инструменты различными способами. Они также могут выполнять человеческие команды, когда выросли в неволе. Слоны невероятно заботливые и чуткие к другим представителям своего вида, что показывает высокий уровень умственных способностей. В 2010-м семилетний азиатский слон по имени Кандула удивил исследователей тем, что использовал вещи вокруг себя как инструменты, чтобы достать фрукт, который намеренно был расположен вне зоны его досягаемости. После того, как он некоторое время пялился на еду так, как многие из нас бы смотрели на чизбургер, Кандула изобрел хитрый план. Он нашел большой пластиковый куб, перевернул его и стал на него, поднимая себя как раз на ту высоту, чтобы достать фрукт. Слоны также известны тем, что используют палки, чтобы почесать себя в тех зонах, куда они не могут достать, и даже используют ветки и траву, чтобы отгонять мух. Номер 2. Дельфин Задумывались ли вы когда-нибудь, почему дельфины являются звездами многих аквариумов? Что ж, это потому, что они умнее, чем практически любое другое существо на Земле. Ну, кроме, конечно, нашего первого номера. Стай дельфинов можно наблюдать в дикой природе, занимаясь серфинга. Они резвятся, устраивают гонки, прыгают и, по-видимому, любят жизнь. У них также есть сложный язык, который состоит из щелчков и криков, которые исследователи до сих пор пытаются понять. Дельфины могут использовать инструменты в своей окружающей среде и могут исключительно хорошо выполнять человеческие команды, как многие умные животные на планете. Женские особи дельфинов остаются с молодыми особями несколько лет, обучая их всему, что они знают. Вы, конечно, уже думаете, что дельфины являются самыми умными животными в мире, но наш выбор номер один такой умный, что было бы неудивительно увидеть, как он учит трюкам дельфина. Не забудьте просмотреть другие наши видео на канале и поставить лайк, если вам нравится это видео. Номер один. Шимпанзе. Заканчивает наш список шимпанзе, чьи невероятные интеллектуальные способности поражают людей годами. Они могут делать и использовать инструменты, охотиться в группах и способны решать проблемы, так же, как и орангутанги. Они также могут использовать язык жестов и запоминать имена тех, кого они много лет не видели. Самая удивительная вещь, которую может делать шимпанзе, это использовать символы для объектов и соединять символы в последовательности для создания завершенной идеи. Считается, что их ум развивается от проживания и обучения в группах, так же, как и у людей. Один шимпанзе, который популярен своим умом, это Наташа, что живет в святилище на острове Гамбо в Уганде. После проведения серии сложных тестов, исследователи определили, что умственные способности Наташи невероятно высоки, как для животного. Она настолько умная, что может выбраться из своей собственной ограды несколько раз. И это завершает наше видео о топ-10 самых умных животных во всем мире от ворон до приматов. Какой твой любимый? Мы бы хотели узнать об этом в разделе комментариев внизу. До скорой встречи! Пока!